На место падения Boeing 777 под Донецком утром в пятницу прибыли украинские следователи, сотрудники МЧС и службы безопасности. Фрагменты самолёта, упавшего с высоты более 10 тысяч метров, и тел пассажиров разбросаны в радиусе нескольких километров. Обломки лайнера лежат на территории, которую контролируют сепаратисты. Так называемый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил о создании штаба для взаимодействия с международными экспертами. По его словам, повстанцы готовы создать гуманитарный коридор и прекратить огонь. Но командующий вооружёнными силами сепаратистов Игорь Стрелков на своей странице в соцсети написал, что объявлять перемирие не намерен. По его словам, комиссия может прибыть на место падения самолёта и изучить его. Препятствовать экспертам, сообщил Стрелков, никто не будет. Но и прекращать боевые действия он не собирается. Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины пригласило на место крушения представителей Малайзии, Нидерландов, компании Boeing, а также экспертов из европейских структур. Малайзия направит более 60 специалистов. Глава МИД Нидерландов, на борту было 154 гражданина этой страны. Сообщил, что голландские эксперты-криминалисты получили беспрепятственный доступ к месту аварии и уже направлены на Украину.